Талгат Кадырович Нигматуллин родился 5 марта 1949 года в узбекско-татарской семье. Согласно наиболее распространенной версии, Талгат Нигматуллин родился в городе Кызылке Ошской области Киргизской ССР. Однако существует версия, согласно которой он родился в столице Узбекской ССР в городе Ташкенте. А в Кызылке семья Нигматуллинных переехала, когда Талгату была около года. Во всех своих немногочисленных интервью сам Талгат Нигматуллин всегда говорил, что он родился в Ташкенте. Его детские годы прошли трудно. Отец Талгата был шахтером, он трагически погиб, когда мальчику не было и двух лет. Талгат начал зарабатывать деньги еще подростком, работая в различных местах, на сахарном заводе, в сапожной мастерской. Его мать была директором школы. Но, несмотря на это, семья жила очень бедно. Матери сложно было воспитывать двух сыновей. Поэтому Талгата определили в детский дом. Рос он замкнутым, нелюдимым и застенчивым. Плохо говорил по-русски. Здоровье у мальчика было слабое. В раннем детстве он переболел рахитом. Активные игры со сверстниками обычно заканчивались слезами, синяками и шишками, а порой более серьезными травмами. Однажды в пионерском лагере девочка отказалась танцевать с кривоногим сверстником. Обиженный Талгату бежал далеко в степь, чтобы никто не видел его слез. Тогда он поклялся сделать свое тело красивым. С тех пор начались его занятия бальными танцами и легкой атлетикой. А позже каратэ, отдушиной для нелюдимого Талгата были книги из обширной домашней библиотеки Нигматулиных. И через какое-то время все, кто его знал, удивлялись тому, как красиво, правильно и литературно Талгат говорил по-русски. Оказывается, чтобы лучше освоить язык, он от руки переписал два тома «Войны и мира».